14 октября 2021 года. Сегодня праздник Покрова, и обычно у нас первый снег бывает. Но, как видим, сегодня у нас даже листво ещё на берёзах зелёное, не говоря уже о траве. И мы вчера привезли урожай, помидор домой уже в степлице. Спелые оставили там, частично один ящик кушать, и частично здесь они уже созрели. Вот, как видим, сколько ящиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять ящиков с помидорами всех размеров и в разной степени зрелости. Вот, видим, разложены все в один ряд, хранятся в комнате. И, конечно, не так расставлены, а штабелем самые зелёные внизу будут установлены. А те, которые поспелее наверху, так их очень удобно контролировать по созреванию и по мере покраснения они идут у нас на салаты. Чеснок в основном уже высажен. Вот, осталось вот этот ещё посадочный материал. Как видим, немножко некоторые перезревшие, вот расколовшиеся такие зубки. Ну и одна головка была испорчена из-за того, что перезрела. Вот эти мелкие пойдут, скорее всего, на приготовление чёрного чеснока, а остальные кушать. Ну и тоже храним штабелем, а не так разложенные. Ну, соответственно, картошка у нас семенная хранится на подоконнике, в банках. Это ещё не вся. И теперь можно показать остальной урожай. И вот все ящики составлены в штабеля с зелёными помидорами и чесноком. Ну, а те, что поспелее, прямо на столе находятся для того, чтобы было удобно их выбирать. Ну и теперь остаётся только почивать на лаврах, как говорится. Поскольку поездки на дачу теперь только для выжимания оставшихся яблок на сок и сушки ржома. Остальное весь урожай дома. Вчера привезли и пару ящиков яблок. Вот эти зелёные пойдут сюда в банку. В 10-литровую для замачивания. Ну, а красные, сладкие, в отличие от кислых, зелёных, идут у нас на еду. Каждый день съедаем по килограмму примерно. Субтитры создавал DimaTorzok